Приветствую, друзья! Очень важная новость, которую я перейду сейчас после сообщения. Сообщение в том, что в субботу у нас вот сейчас 21 час, четвёртая встреча, марафон, как постранить в Телеграме. Вы записывайтесь на Телеграм, кто ещё не записан, и на Ютуб сюда записывайтесь, и на Инстаграм записывайтесь. Послушайте, друзья, очень важная вещь сейчас, я вам скажу. Мне как раз-таки в Телеграме написала наша участника школы, она смотрела ликбез, я имя пока не называю, без согласования мы имя не называем, ликбез от 23.02.23 года, у нас ряд бесплатных ликбезов, кто не видел на Ютуб-канале, смотрите там плейлист, бесплатные ликбезы по 2-3 часа продолжительности. И вот она мне написала, и она смотрела ликбез, и вы там сказали про то, как мама ребёнка качает. Да, я всегда говорю, что как мама ребёнка качает, повторяемые движения снимают напряжение. Так вот, именно есть моё движение, потому что я спросила у мамы, и она сказала, что меня, как правило, качало из стороны в сторону. А у мамы была люлька, её качали взад-вперёд, и это движение вы для мамы сказали. Так получается, когда мы находим то самое движение, это как раз движение защищённости и безопасности, которое на подсознательном уровне у нас есть в младенчестве. И именно оно и несёт снятие напряжения, безопасности и любви матери к своему дитя. Вы гений, она мне так написала. Ну, спасибо большое. Это очень важное сообщение, потому что у меня один бизнесмен нашёл, значит, своё движение из десятка разных движений, и ему лыжник не подходил, шалтай-болтай не подходил, ничего не подходило. И, наконец, я ему случайно сказал, дирижируй, и он говорит, ой, вот я, говорит, из этого выходить не хочу. И продолжал, и продолжал, и продолжал, потом сел и вспомнил. Я, говорит, с детства мечтал быть дирижённым. А лыжницы одной, я потом узнал, что она лыжница. Когда мы перечисляли разные движения, и когда я показал вот этот вот лыжника стоя, она делала стоя, ничего, никакой реакции, а потом я показал её в полусогнутом положении, она полусогнулась и говорит, о, вот это моё. А я её потом спросил, а кто вы по профессии или деятельности? Она говорит, так я же лыжница. Она потому и лыжница, что вот это движение в полусогнутом состоянии её. Вот теперь, обобщая эти все приёмы, хочу вам задать вопрос. Кому что в детстве подходило, кого мама как качала? И находите ли вы в этом сегодня какую-то связь? Вот попробуйте те движения делать, которые, как вы вспомнили, как вас мама качала, или то действие, которое, как вы вспомните в детстве, которое вам нравилось делать, ну, условно говоря, которое вы делали, и оно стресс снимало, которое вам хотелось повторять. Ну, напишите мне, пожалуйста, мы сейчас выведем важнейшую закономерность и создадим новейшую нейротехнологию для всех и каждого. И весь мир будет находить своё действие по этому алгоритму, который мы сейчас создадим. Пока я не говорю, как мы это создадим. Но вы, пожалуйста, напишите свои собственные из памяти примеры, как вас мама качала, и попробуйте это повторить в действии, либо вперёд-назад, либо вот так вот, либо как-то другое действие, которое вы вспомните, когда вы чувствуете, что вам из этого движения выходить не хочется, а хочется продолжать. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok